Муравленковцы хором исполнили знаменитую песню «День Победы». Это всероссийская акция. С каждым годом к ней присоединяются все большие жители города. В этот раз на площади возле Дома культуры Украина были изготовлены копии Знамени Победы. Подробности у Татьяны Бойко. На площади возле Дома культуры собрались десятки горожан. Все те, кто пожелал принять участие в акциях, приуроченных к Дню Победы. Проект «Знамя Победы» стартовал в округе еще в феврале. Его приурочили к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Дорогие друзья, сейчас на ваших глазах юнормейцы города Муравленко изготовят 6 копий Знамени Победы. Юнормейцам неспроста доверили изготовление копий Знамени Победы. Этот проект прежде всего нацелен на патриотическое воспитание молодежи и установление преемственности поколений. За считанные минуты ребята изготовили копии Знамен, которые водружали советские солдаты над Рейхстагом в мае 45-го. Это вообще ассоциация того, что Советский Союз победил на войне. Там изображено название полков, дивизии, которые вошли в Берлин. И этот флаг ассоциируется с Победой. Как отметили организаторы акции, изготовленные знамена будут использованы в официальных торжественных мероприятиях, которые состоятся в Муравленко в рамках празднования Великой Победы. Следом за акцией Знамя Победы муравленковцы вместе с творческими коллективами хором исполнили знакомую и любимую всеми песню Давида Тухманова «День Победы». «День Победы» Учить слова здесь никому не нужно, а не в памяти каждого. День Победы – праздник с сединой на висках и со слезами на глазах. Эти строчки ярко отражают чувство радости и гордости за выдержку, стойкость и мужество нашей страны. И не важно, кто из исполнителей сегодня не попадает в ноту. Эта песня – победный марш для всех собравшихся. Я сегодня исполнял песню «Победа» с удовольствием в память о моем деде, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Такое мероприятие в преддверии большого праздника, я считаю, тоже событие, когда можно сплотить горожан в каком-то едином действии и вспомнить самую главную песню. Татьяна Абок, Оксана Шостак, Сергей Шалафан, Антон Иванов. Новости Муравленко.